В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. А будет ли футбол? Депутаты рассмотрели корректировку бюджета. Обсуждение проекта благоустройства парка. Мир через объектив. В России отмечают День фотографа. Далее расскажем обо всем подробно. Депутаты рассмотрели корректировку бюджета текущего года. Сократились как доходные, так и расходные части. В финансовом документе предусмотрены траты на ремонт детского сада номер 30, школы номер 5, жилья для детей-сирот и многое другое. А вот увеличение финансирования футбольного клуба Саров пока не заложено. И это ставит под угрозу срыва спортивный сезон для наших футболистов. В бюджете текущего года было предусмотрено 2,5 миллиона рублей на содержание футбольного клуба Саров. Еще на этапе принятия финансового документа спортсмены заявили, этих денег недостаточно, чтобы провести сезон. Тогда было принято решение увеличить финансирование клуба при корректировке бюджета. Но ни при первой, ни уже при второй корректировке дополнительные средства для ФК так и не выделены. Учитывая, что деньги были в бюджете запланированы, они начали выступление в первой столбе. Они выступали. Сегодня, как бы, со слов руководителей футбольного клуба, что если добавленных денег не будет, то они снимаются с соревнований. Как выяснилось, проблема заключается в отсутствии бюджетной заявки. Департамент финансов не может предусмотреть дополнительное финансирование клубу без документов, в котором будет четко прописана вся смета расходов. И вроде бы заявка уже сформирована, но никак не дойдет до получателя. Между футбольным клубом, Дмисом и Департаментом финансов, вот цепочка доведения бюджетной заявки от Дмиса до Департамента финансов на сегодня, она не доведена. Позиция Департамента финансов, она понятная и правильная. Им нужно, чтобы главный распределить, подписал бюджетную заявку. Депутаты проголосовали за то, чтобы обратиться к главе администрации с предложением рассмотреть возможность увеличения финансирования футбольного клуба «Саров» в рамках бюджетной заявки, согласованной с одной стороны ФК и Дмис, и с другой стороны Департаментом финансов. И при очередной корректировке бюджета осенью все-таки выделить спортсменам необходимые средства. Лодочная станция, набережная для прогулок, площадки для спорта и отдыха – совсем скоро все это должно появиться в нашем городе. «Саров» стал победителем конкурса проектов благоустройства малых городов и выиграл 100 миллионов рублей, которые должны потратить на реконструкцию и благоустройство парка имени Зернова. Какая судьба ждет любимое место отдыха горожан? И когда начнутся работы по проекту? Расскажем далее. Проект благоустройства парка имени Зернова интересен саровским предпринимателям, и они готовы помочь сделать его центром притяжения горожан. Но еще в марте, озвучив администрации свои предложения, бизнесмены выдвинули свои условия для их реализации. Сюда надо канализацию подвезти, сюда надо электричество подвезти, сюда надо подвезти воду, хотя бы холодную. Холодную, отопление. И отопление, да, либо отопление, либо газ, чтобы люди могли свое помещение зимой использовать. Если мы это не делаем, тогда дальше разговаривать нет смысла. Подведут ли канализацию, электричество и прочее к территории, где будет располагаться набережная и лодочная станция, пока неизвестно. Поэтому представители администрации предложили рассмотреть идеальный вариант, когда все коммуникации уже подведены. Но тут возник следующий вопрос. Как будут регулироваться отношения бизнеса и власти, и не получится ли так, что после строительства предприниматели попросят освободить помещение? Часто, чтобы все ребята понимали, должны понимать, что это не собственное. Нет, нет, нет. Возговор на 5 лет. На 5 лет. И цена там будет понятная, и она будет очень лояльная для бизнеса. Все свои проекты предприниматели детально распишут и передадут в администрацию, чтобы те, в свою очередь, передали ее разработчикам для подготовки технической документации. Реализация проекта благоустройства парка начнется в следующем году и должна закончиться в ноябре 2019-го. И воплотятся ли все задуманные идеи в жизнь и превратится ли парк имени Зернова в место отдыха, подходящий всем горожанам, покажет время. С 30 июля по 9 августа в Сарове произойдет отключение горячей воды. Об этом сообщает Департамент городского хозяйства. Кроме того, с 8 утра 11 июля до 4 часов вечера 13 июля в связи с устранением повреждения циркулярного водопровода возможно понижение температуры горячего водоснабжения в домах по улицам Куйбышева, Шевченко, Духова, Александровича, Пионерской, Карл Маркса, Харитона, а также переулке Северном и проспекте Ленина. Более конкретный список адресов можно посмотреть на сайте sarov24.ru. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России примут закон, который позволит регистрировать новые машины у дилеров без посещения госавтоинспекции. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета «Коммерсант». В документе говорится, что покупателям новых машин не придется ездить в ГИБДД, чтобы поставить автомобильный учет. У дилера должен быть договор с производителем помещений и штат квалифицированных сотрудников, чтобы помочь клиенту оформить машину. Регистрация в салоне будет платной. Предельную цену установит Федеральная антимонопольная служба. Воспитанники объединения «Шашки» Дворца детского творчества Михаил Ковалев и Михаил Камчатный вернулись с медалями из колонны, где прошли всероссийские соревнования среди юношей и девушек. За свою игру юные соровчане удостоились самых лесных отзывов и персонального приглашения на первенство мира по шашкам, которое состоится в августе в Ярославле. В Сарове пройдет роковый Open Air. Музыкальный фестиваль «Зато Рок-2018» распорхнет свои двери 18 августа в парке культуры и отдыха имени Зернова. У саровских музыкальных коллективов еще есть время заявиться на Open Air. Сделать это можно, связавшись с организаторами через официальную страницу события ВКонтакте. В ночь с 16 на 17 июля в нашем городе будет освящен первый в Нижегородской области храм-памятник, посвященный семье последнему всероссийскому императору Николаю II. Идея построить в Сарове храм в честь царской семьи возникла в 2002 году, во время подготовки к празднованию столетия прославления в лике святых преподобного Серафима Саровского. 15 лет ожиданий не прошли даром, и уже сегодня здесь собираются на молебны сотни саровчан. О том, как шло строительство храма-памятника, расскажем в следующем репортаже. В 2013 году митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий благословил сбор средств и начало подготовки к строительству. В марте 2014-го храм начали возводить. Ко дню рождения государя Николая II была залита мощная фундаментная плита. В тот день митрополит Георгий совершил чин закладки храма, на который приехали представители дома Романовых. День рождения последнего государя нашего Отечества, церковь императора Николая. Мы закладываем храм в честь всей царственной семьи страцтерпцев. В конце 2017-го на храме появились колокола. Осветил их митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Храм украсили 11 компанов. Вес самого большого – 820 килограммов. Вылиты они, согласно всем традициям, русских церковных звонов. Достаточно полный набор колоколов. Если смотреть его по составу колоколов, то здесь хорошо представлены все три основные группы колоколов – зазвонные и позвонные благовестники. Следующим важным этапом стала роспись внутреннего убранства храма. Более полугода иконописцы мастерской «Новое воскресенье» из Палиха расписывали храм святых царственных страцтерпцев в древнерусском стиле. На единственных двух прямых стенах разместили сюжеты коронации царской семьи и их участие в перенесении святых мощей преподобного Серафима Саровского. Причем иконографию сюжетов палихские мастера разработали сами – на основе исторических материалов, картин и фотографий. Очень мы интересно постарались изобразить перенесение мощей. Постарались там изобразить и Елизавету с мужем, да, и, значит, и Александру Федоровну, чтобы там все были. Поэтому работали как бы немало и тоже уже с этим сюжетом как бы сжились и нравятся. Работа была проделана колоссальная. И в конце мая храм открыл свои двери для прихожан. А уже на следующей неделе, в ночь с 16 на 17 июля, первый в Нижегородской области храм-памятник, посвященный семье последнего всероссийского императора Николая II, будет освящен. Подробную программу праздничных мероприятий можно посмотреть на сайте «Православный Саров». Ежегодно люди делают миллиарды фотоснимков. На них можно запечатлеть происходящие события, красивые места, любимые лица и моменты, которые никогда больше не повторятся. Благодаря снимкам можно вернуться в прошлое. Для кого-то фотография просто увлечение, но есть люди, для которых это профессия и даже целое искусство. 12 июля свой профессиональный праздник отмечают фотографы. Виталий Скворцов считает себя уже старичком, так как занимается фотографией более 10 лет. Именно фотоаппарат дал ему ту свободу самовыражения, о которой он мечтал. В приоритете у молодого человека портретная съемка – одна из самых сложных, так как зачастую Виталий фотографирует непрофессиональных моделей. Но этим она для него и интересна. Каждый человек с моей съемки дал мне что-то очень интересное. Он какими-то вещами делится из своей жизни. Но вот в процессе съемки какие-то откровенности происходят. Но они очень ценны. Проект «Лица Сарова» – это серия портретов известных личностей родного города, которых он решил представить жителям. Через фотографию Виталий передает характер и настроение своих персонажей – актеров, байкеров, художников и даже медицинских работников. Знакомый хирург стал одним из первых героев проекта и съемку проводили в настоящей операционной. Он хотел развиваться в своей профессии, он ей горел. И так он попал в мою серию. Снимали мы с ним портреты где-то часа два. Там было больше тысячи фотографий. На следующем этапе нужно из тысячи вариантов выбрать три, а может быть и одну, ту самую фотографию. Работа над проектом идет до сих пор в режиме нон-стоп. Виталий ищет новых интересных фактурных героев для своей серии. Выслушивает советы друзей, рекомендации коллег, присматривается и пытается разглядеть в потенциальных героях изюминку и харизматичность. Я, конечно же, рассматриваю все варианты, потому что наш город очень интересен на людей, на лица, на образы. Персонажей очень много. Из них приходится даже уже выбирать. Виталий считает, что камера – это своеобразное средство коммуникации, с помощью которого фотограф познает окружающий мир. Щелканье затвора, беглый взгляд на дисплей, затем небольшие поправки в позе, движениях и смене локации. Для фотографа важно, чтобы человек чувствовал себя перед объективом естественно и не испытывал чувства скованности. Приятный сюрприз для ценителей прекрасного. В Доме ученых открылась выставка под названием «Обо всем понемногу». Автор работ – участница творческого объединения «Арт-позитив» Галина Жинжикова. На суд Саровского зрителя она представила ряд своих натюрмортов и пейзажей, написанных в технике акварели, масла и пастели. Подробности далее. Бывает так, что у взрослого человека, состоявшегося профессионально, вдруг появляется тяга к творчеству. Так и Галина Жинжиков в одной из туристических поездок захотела взять в руки кисть и краски и запечатлеть живописные места. И вот уже 10 лет она всегда в поездке берет с собой акварель. Но и родной город не оставляет без внимания. Одна из любимых картин Галины – «Весна в Тизе». Она написалась очень быстро и как-то на одном дыхании. И бывает такое ощущение, что как будто кто-то водит рукой. Даже самая простая и незамысловатая на первый взгляд обстановка становится источником вдохновения для художника. Копченая в облах, консервная банка на одну из ее картин не оставляет равнодушными представителей сильной половины человечества. В нее влюблены все мужчины, все, которые ее видят. Они сразу так вздыхают, говорят – студенческие времена. Галина пишет в основном пейзажи, натюрморты, маслом, пастелью и акварелью. Последнее стало для нее любимой за невесомость и прозрачность красок и легкость в работе. Соратники по творческому объединению «Арт Позитив» отмечают в картинах Галины невероятную притягательность и магнетизм. То, что она классный акварелист, вот в этом сомнений нет. Изумительно, мне нравятся ее акварельные работы. Они такие легкие, иногда бывают какие-то глубокие, наполненные чем-то. Очень приятно их смотреть. Выставничный зал не смог вместить все написанные за 10 лет картины Галины с Жинжиквой. Так что некоторые полотна расположились на стенах лестничных пролетов и гости выставки могли их рассмотреть по пути. Летние каникулы – прекрасная возможность для школьников попробовать себя в чем-то новом и узнать много интересного и полезного. В Младежном информационном центре в течение всего лета работает проект «Библиотечный дворик». Все каникулы сотрудники библиотеки будут проводить для юных книголюбов тематические занятия на открытом воздухе. В этот раз для юных саровчан организовали Академию хороших манер. Занятие состояло из нескольких небольших уроков и переменок. Ребятам рассказывали историю этикета, правила хорошего тона и интересные факты о других странах. На переменках библиотекари играли с ребятами в игры, загадывали желания, читали стихи и проверяли учеников на внимательность. На занятии присутствовали не только дети, но и взрослые, которые тоже активно отвечали на уроках и участвовали в играх. Для них это тоже оказалось очень полезным. «Даже не в плане каких-то знаний, а скорее просто потому, что они стоят, находятся рядом с своим ребенком, с сыном, с дочерью, с внучкой, с внуком. Это просто сближает семьи». В конце ребята получили сладкие призы, красивые закладки и домашние задания. Все дети остались довольны проведенным временем и полученными новыми знаниями. «Мне очень понравился этот конкурс. Я получила много положительных эмоций. Здесь было очень весело, это очень познавательно». «Мне понравилось, когда мы играли, веселились. Мне понравилось, что мы учили хорошие манеры». «Было очень здорово и интересно сегодня. И я, мне кажется, буду всегда приходить сюда». Занятие, которое пройдет в следующую среду в 18.00 – экзамен. У детей будут проверять знания, которые они получили в Академии хороших манер. Пятеро самых активных и умных ребят получат дипломы и призы. Все остальные – утешительные подарки. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!